Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги. Может быть, на 10 надо было видео добавить, потому что триллер подразумевает видео, тройная комбинация, я не знаю. А можно спросить, кто в зале использовал тройную комбинацию на людях, так скажем? Спасибо большое. Думаю, что вы будете сочувствующие на меня смотреть. Ну, я надеюсь, что я как-то и других к этому смотрите. Мы знаем, что тройные комбинации есть. И ни одна фирма уже вступила в эту эру и пытается подумать, что есть таргетная терапия, иммунотерапия. Если мы все это сложим, вообще мы все победим. Как же это на самом деле, кто кого здесь побеждает? Ну, например, трилогия, клиническое исследование с дизайном, который даже подразумевал, что сначала мы ждем, пока токсичность таргетной терапии пройдет, потом иммунотерапию добавим. И действительно частота полных ответов зашкаливает. Вот ничего не могу сказать. Объективные ответы практически 100%. То есть сказать, что пациенты на первой или второй оценке не получили объективный ответ, ну, не буду врать, да? А вот нежелательное явление, доложили они, это действительно что-то. Я думаю, что я не буду сейчас зачитывать цифры, а я перейду прямо к демонстрации этого всего. Пациентка, молодая женщина, 38 лет. 38, 79-й год рождения. Исходно болеет, в общем-то, всего-навсего первая B-стадия у нее с 15-го года. Исечение прогрессирует пациентка примерно через 2,5 года. Множественные метастазы началось с увеличения подмышечных лимфоузлов, предообследования еще оказались легкие, подключичные, селезенка и так далее. И, имея исход на такой статус, смотрите, что происходит. Это четвертое С, да, в скобочках 1, то есть ЛДГ, 3, ну, данные пациентки, границы нормы. Брав, положительно, само собой. Болевой синдром обуславливает ЭКОК-1, но в целом пациентка абсолютно сохранна, молодая. Конечно, конечно, теоретически, почему бы, да, не сделать вот такой вот жест и попытку. И с февраля 18-го, в общем-то, всего ничего, чуть больше года. И что же было дальше? Я вот все думала, как же представить? Вот видите, конгломерат лимфоузлов подмышкой на верхней фотографии, он действительно был такой вот близкий к 10 сантиметрам, ну, который был левой синдром и обуславливал. Как же это все было? Я думаю, как наглядно продемонстрировать, как это происходит? 10 дней таргетной терапии. Нежелательное явление – еще 10 дней. Ну, например, макулопопулезный сыпь в третьей степени. Мы знаем, что, в общем-то, комбинация таргетных препаратов – это нормально. Поэтому 10 дней лечим, 10 дней лечим. Хорошо. Первая редукция ДОС – нормально. В общем-то, в рутинной практике мы редуцируем дозы для того, чтобы подобрать оптимальную для данного пациента. Правильно. Редуцируем. Что мы делаем? Значит, 3 плюс 3 таблетки, допустим, да, если мы берем мекингибитор, сохраняем хобиметиниб, и всего-навсего, в общем-то, еще неделя лечения. Что происходит дальше? Еще нежелательные явления. Ну, например, гептотоксичность в данной ситуации. Итак, на минуточку еще 2 недели. Хорошо. Ну, как это? Рука бойца колоть не устала, да, клинические онкологи. Они, в общем-то, люди верят, да, в свой метод. Вторая редукция ДОСа, понятно же. Конечно, почему бы нет. Мы уже уходим, да, на минимальную ДОСу брав ингибитора, сохраняем мекингибитор. Та-дам! Всего через неделю мы получаем еще одну гептотоксичность, хотя мы ту купировали, в общем, как могли. И вы знаете, 4 недели второй гептотоксичности. Заметели, да, что так соотношение периода лечения к нелечению, в общем-то, немножко не в пользу. И все-таки у нас есть третья редукция ДОС? Ну, вроде как мы даже не дошли еще до иммуноонкологического препарата. Меньше, чем 2 плюс 2 таблетки, ну, в принципе, я не знаю, ну, как-то, ну, не предусмотрено. Тут уже, конечно, вдохновленные идеи клинические онкологи придумали какую идею. Для наглядности вам скажу. Мы решили, ну, почему бы гептотоксичность, хоть она в рутинной практике, в общем-то, конечно, обусловлена чаще всего брав ингибитором, не быть обусловленным мекингибитором. И вы знаете, догадка, конечно, была крайне маловероятна, что она могла чем-то закончиться. Но, и вот теперь я решила, думаю, нет, слайд закончился, думаю, невозможно показать судьбу пациентки на одном слайде, я перешла на другой. Поэтому, вот так это выглядит наглядно. Комбинированная таргетная терапия, нежелательное явление. Редукция. Комбинированная таргетная терапия в уменьшенной дозе цвета, да, обуславливает немножко, вот оттенки здесь важны, да, мы уменьшаем дозу. Подумаешь, еще одно нежелательное явление, еще одна редукция. И все перерывы, видите, там стрелка не сплошная. Хорошо? Все-таки мы верим в метод, подключаем иммунитетерапию, и мы достигаем, между прочим, частичного ответа, не будем скрывать, это правда. Опять нежелательное явление, опять перерыв. Здесь уже без гормональной терапии кортикостероидной, да, не обошлось. И даже пришлось оставлять в поддержке, и дальше был большой перерыв, и вот он, редукция меконгибитора. И уже, уже бледная, как только можно, да, стрелочка означает, что она минимальная-минимальная даже с меконгибитором. И вы знаете, когда была начата этой терапии, я уже думала, что не знаю, чем закончится, но смотрите, что еще произошло. Вот он, наш очаг, за которым мы следим, большой конгломерат, который становится маленьким, и мы видим, что появляются новые очаги. Мы думаем, ну как же так, такой ценой и новые очаги. А это было то нечастое явление, как псевдопрогрессирование, потому что на следующем же исследовании этого нет. Таким образом, мы получаем псевдопрогрессирование у данной пациентки, и на сниженных дозах таргетов мы умудряемся таки ее вести. Да, не буду говорить, у нее пневмонит, это из того, что достойно было внимания, чтобы я сюда записала. И он потребовал опять кортикостероидов, выглядело это, ну не знаю, насколько, да, такую первую степень. И все-таки, если мы посмотрим, да, пневмонит ушел, мы получаем полный ответ. Но это был такой квест-триллер, да, я даже не знаю, какое здесь больше слово подходит. И если мы посмотрим, полный ответ мы действительно имеем. Вы думаете, это был триллер? Сейчас я еще один, очень кратко, но кратко, кратко, Игорь Вячеславович. Пациент, исчечение исходное в 2008 году, и на самом деле это было достаточно давно, но в 2012 году еще одно, транзитные метастазы, еще одно исчечение. Затем к нам пациент приходит в 2017 году. Что мы видим? Пациент, тоже четвертая С, в скобочках 1, то есть выше верхней границы нормы ЛДГ. Брав плюс, само собой, молодой, ЭКОК 0 даже, придиралась как могла, нет. И мы начинаем терапию. Здесь столько кривая будет, не буду вас задерживать. Выглядит это так. Мы начали комбинированную таргетную терапию. Начали. Даже подключили иммунотерапию. И вы знаете, ну, я вот не хочу признаваться, не то, чтобы я могу там кого-то сглазить, да, но это был вот один из этой группы пациентов, когда я думаю, как хорошо, что вы у меня держитесь, потому что все пациенты, наверное, все жаловались. Нельзя было даже думать эту мысль, я ее вслух, конечно, не произнесла, потому что дальше вот он триллер. Итак, когда мы все это подключили, мы достигли, конечно, частичного ответа, как у всех, и вот она, наше первое нежелательное явление, гепатотоксичность. Оно требует, конечно, сразу у данного пациента назначения кортикостероидов, редукции доз, поддерживающей терапией кортикостероидами, но при этом мы все-таки, ну, мы же верим в свой метод, да, антипедиадинтерапию. Начинаем, но без таргетной терапии. Творческий подход, хорошо. Дальше мы пытаемся все-таки вернуть и таргетную терапию, думаем, ну, хорошо. Ну, подумаешь, там, сирозная ретинопатия, это вообще не в счет. Кожная токсичность мы тоже уже не обращаем внимания. Вот пневмонит второй степени, причем он такой, вот, знаете, практически уже пришел к третьей, он был такой прям вот красивый, знаете, мне даже стрелками, думаю, не надо здесь указывать, да. Это вот такой пневмонит-пневмонит, да. В результате, конечно, кортикостероиды, причем долго, причем до тех пор, пока мы не получили еще одно осложнение осложнений. Это индуцированный кортикостероидами сахарный диабет. В результате, хорошо, но таргетную терапию мы все-таки вернули. Через большой перерыв, не буду врать. В результате мы пропускаем антипедиадин, и все-таки мы пытаемся вернуться к иммунотерапии. Но тут наш друг гипертиреоз пришел и сказал, что, наверное, надо придется опять пропустить, потому что это ситуация, которая потребовала назначения, например, тирозола. Мы это не можем игнорировать, и опять пропускаем антипедиадин-терапию, оставляем таргетную терапию, хорошо хоть что-то оставили. И все равно, но мы же верим в свой метод, мы возвращаемся к иммунотерапии, комбинированной вместе с таргетным. А вот дальше уже триллер был закручен настолько лихо, что агранулоцитоз. Слышали осложнение агранулоцитоз? Я заканчиваю. Потребовавший госпитализацию, конечно, были майские праздники. Конечно, нам потребовались колонистимулирующие факторы. До реанимации дошел пациент, учитывая нестабильную гемодинамику. Итак, в результате полный ответ. Пациент находится через промежуток, конечно, мы же верим в свой метод, мы вернули хотя бы таргетную терапию. И что вы думаете? Несмотря на то, что мы еще раздумывали вернуть ли иммунотерапию, без иммуноонкологической терапии он нам выдает пневмонит. Это было последним. И в результате, это последний слайд, да, хоть пневмонит был не такой яркий, и этот квест, он до сих пор идет, и триллер не заканчивается, полный ответ, не буду на этом останавливаться. Пациент 11 лет с момента постановки исходной диагноза. 2 года, да, всего 2, но подождите, я могу через 3 тоже прийти, рассказать, что будет. Время на тройной комбинации, в общем-то, вот эти как раз все 2 года. И год назад последнее введение иммуноонкологического препарата. То есть пациент остается на таргетной терапии, год он не получает лечение, и я надеюсь, будет держаться на этом лечении. Поэтому на этом разрешите закончить. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Наверное, должны быть вопросы, у меня вот все-таки сразу вопрос. Ну, я так понимаю, что это пациенты, которые участвовали в клинических исследованиях. Вы написали, что там введение иммунотерапии было заслепленным, у вас там стоял плюс-минус. Вот о том, что пациенты получали иммуноонкологические препараты, вы потом получили эту информацию или просто сделали вывод на основании переносимости? Вот это все нам так подсказало, что были иммунопрепараты, я бы так сказала. Конечно, я не могу утверждать, я не могу расслепить, и это неправильно, это будет не способствовать всему. Ну, что-то у меня вот нет сомнений. И оба пациента сейчас продолжают терапию? Да. У двух пациентов полный ответ был достигнут, и они сейчас получают таргет. Это не всего два, у нас еще есть. На таргетной терапии? Одна на иммунотерапии, в том числе на тройную комбинацию, один на двойной. Наталья Владимировна, скажите, пожалуйста, поскольку вы работаете в городском учреждении, а в реальной клинической практике вы назначали тройную комбинацию кому-то? Конечно, нет. Но пока я не зарегистрирую... Нет, вы так говорите, вы знаете, напугали весь зал. Мне кажется, теперь никто не будет этого назначать. И подумают, что триллер будет начинаться. Конечно, я самой страшна, честно. Даже вот когда готовила, мне самой еще страшнее было. Но понимаете, в чем дело? Мы же знаем уже много об этом. И если я помню, это теперь мама, про которую Галина Юрьевна рассказывала, это действительно было... Вот это было страшно. Вам не разрешали давать кортикостероиды, вам запрещали то, мы не знали, что будет. Здесь все-таки это изучено. Хотя каждый раз я думаю, ну, наверное, сейчас спектр осложнений уже в принципе меня понятен. Думаю, ну, чем вы меня удивите? Удивляют. Я здесь не знаю, что рассказала. Ну, я думаю, что те, кто применял уже тройные комбинации, тоже есть мнение такое, что действительно это очень высокоэффективное лечение, однозначно, однозначно. И нужна определенная категория отбора пациентов для лечения, да. Осложнения действительно есть, но не настолько они, конечно, страшны, как вот все-таки прозвучало. И здесь нужно, конечно, в этом отношении еще работать. Уважаемые коллеги, есть еще вопросы? Пожалуйста, да. Нет, не вопрос, а на самом деле комментарий. Просто... Ага, спасибо большое. На самом деле не вопрос, а комментарий для зала, да, чтобы было вот понятно. Наталья Владимировна представила очень интересные клинические примеры. Она специально представила там с побочными эффектами, чтобы вы понимали, что все-таки побочные эффекты возникают. Но вот на что я бы хотела обратить внимание, она так очень аккуратно сказала, не все, наверное, заметили, но мне, как человеку, который занимается лечением пациентов с меланомой, это стало очень заметно. Ну, у всех из них был частичный ответ. То есть так спокойно, так 8 лет назад мы так никогда не говорили. То есть у всех из них частичный ответ, у этих двух представленных пациентов два полных ответа. То есть действительно тройная комбинация, она высокоэффективна, но мы понимаем, что это аспект рассложнений, там чуть выше, чем, хотя от разных исследований надо смотреть, но тем не менее, все-таки это все возможно, и мы дальше будем ждать дальнейших результатов, финальных результатов тех исследований тройных комбинаций, которые на сегодняшний день существуют. Спасибо большое, Наталья Владимировна. Игорь Вячеславович, что-то хотите тоже сказать? Нет? Я помолчу. Еще, коллеги, у кого есть вопросы, пожалуйста. Ирина Александровна. Я бы хотела спросить по поводу адрного цикла, Вы мне сколько даете на рассказ? 30 секунд. 30 секунд. Госпитализация в Боткино с температурой 40, мы не сразу узнали, что это агронулакцитоз, потому что поступил у него еще были. А, механизм аутоиммунный, но мы предполагаем аутоиммунный. А, в этом смысле, я думала, как мы шли к диагностике. Ну и параллельно, почему больной с осложнением лечится в другом учреждении? Он поступил в другое, да. Он поступил в больницу Боткино, но мы практически его уже перевели, но успели уже купировать агронулакцитоз, и он пришел к нам амбулаторно. Но майские праздники не позволили технически. Поэтому мы были на связи. Вопросы еще есть? Нет, я хотела сказать, что, ну, на самом деле, аутоиммунный характер, ну, так под вопросом, потому что у таргетных препаратов у самих есть такое нежелательное явление. Абсолютно согласна, это абсолютно догадка. Вообще можно сказать, что последние ВСУСары, которые приходят по нежелательным явлениям при тройных комбинациях, они стали более разнообразные, и спектр стал уже несколько удивлять. Есть иной мили, есть тромбоцитопения. То есть механизмы еще, те, которые мы не совсем знаем, там нет цитостатиков, да, это таргетные препараты, плюс иммуно-онкологические. Ну, это представляет интерес. Но еще раз повторяю, это высокоэффективная терапия. Еще раз поддержу Кристину Вячеславовну, что мы не видели таких объективных ответов еще никогда, когда все отвечают на лечение. Длительно есть пациенты, которые год-два лечились у нас. И правильное ведение пациентов, редуцирование доз с поддерживающей терапией, конечно, помогает в этом смысле. Продолжение следует... Продолжение следует...